В этом направлении у меня есть такой взгляд свой. Я лично вижу это и считаю, я немало уже прожил, что информационные каналы, они говорят не то, что надо, а то, что нужно. И поэтому, если мы будем слушать все, что говорят, мы никогда не будем знать правды. Я сейчас об истине не говорю, потому что у каждого своя правда. И я лично не слишком увлекаюсь всякой информацией, потому что, на мой взгляд, там правды ты не услышишь. Там говорят то, что надо. Поэтому нам нужно следить, но отсеивать. И вообще принимать близко к сердцу информацию не стоит. А с другой стороны, нам, как верующим, нужно понимать, что впереди, к сожалению или к счастью, не знаю, будет не лучше, а хуже. И это нормально. Писание об этом говорит, что мрак будет сгущаться, народы на народы восстанут. Это не что-то новое. Это давно сказанное Господом. И он говорит, когда вы увидите все, что исполняется, не надо бояться. Самое главное, быть трезвым вот в этих обстоятельствах. За информацией нужно следить, но фильтрировать ее. Только вот священное писание. Истина. И она позволит тебе как-то все-таки разбираться. Потому что сегодня мы живем в век информации, безусловно. Сегодня что-то произошло, об этом за не то, что минуты, за секунды знает весь мир. Просто вы вброс сделали в интернет, все знают. А сегодня там этот вброс делают все. Кому не лень. И я столько раз читал новостей, которые вообще не имели под собой никакой основы. Поэтому, когда я вижу какую-то новость, такую экстренную, я никогда не воспринимаю. Я всегда ее фильтрирую, смотрю, исследую или просто жду время, пока что.